всем привет всем доброе утро иду на работу у нас следующий объект объект находится пишет доступности доехать не надо на этом объекте мы уже работали осенью строили крышу а сейчас будем делать сайдинг отделку стен отделка стен будет фасадными панелями сегодня 6 мая ведь как я одет куртка сегодня у нас заморозок хороший был мороз трава пожухла на сейчас 8 часов уже солнышко взошло что трава полегла даже вот чистотел листья подбиты на винограде я ходил смотрел тоже лист побит но обещают сегодня обещают 14 у нас завтра уже тепло 19 градусов будем надеяться весна возвращается а так цветут сады но будет ли что-нибудь неизвестно потому что мороз уже не первый давит так что пошли дальше там по ходу все расскажу вот наш объект вот эта крыша которую мы делали так эта стенка будет утепляться десяточкой неройная вата это не будет утепляться потому что здесь блок на 30 толщина стен стены будут прямые без отливов только будет цвет отличаться токоля и стен различия быть в этом только вот такие панели такой коллекции мы уже работали с такими высокий стандарт профиль дверь окно на чердак будут вставляться короче все покажу расскажу но я не покажу сейчас какие они есть это углы подвесы девяточка 0 9 миллиметров 294 миллиметра ничего так сейчас собираем лица наверно вот эти столбы придется открывать будем отвешивать проверять хочу снять какой дом сейчас какой потом быть полностью так он выглядит вот трубы газовые блин так неудобно леса ставить приходится вот как-то что-то изобретать это когда близко к дому так с этой стороны вот так выглядит сейчас с другой стороны зайду здесь дверь будет вставлена зайду отсюда так вот так вот здесь снова из блока там кусочек вот какая крыша осенью мы крылья уже заморозки были тоже так вот выглядит и отсюда покажу у нас утренний кофе здесь окно будет большой ну что сделали разметки вот так пришлось отбить карнис ровненько выставили угловую здесь планку здесь по минимуму убираем здесь приходится спиливать угол был старый вот и 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 срезаться, потому что мешает, что здесь будет стена по минимуму тоже проходить. Здесь углы оборвали доски, отделку. Вот. А вот этот угол стены завален. Здесь немножко пошли. Шире будет. Всё, угол отпилен. Проходит здесь всё. Вот этот вот. Вот так будем. Вот так вот пилить будем. Эту сторону и тут точно так же будем пилить. Так, давайте я немного расскажу, от чего мы отталкиваемся, когда подходим к дому и смотрим, с чего начать. Во-первых, должен быть ровным карниз. Во-вторых, во-вторых, что во-вторых? Во-вторых, утепляется дом или не утепляется. Если дом утепляется, например, десяткой, то каркас должен быть от вита двинут не менее чем... Ну вот, 10 и толщина профиля. Ну, 2,7. И на всякие искривления стены ещё добавим. Ну, короче, 15 сантиметров на десятку. Ну, а на 5 сантиметров если утеплять, то, ну, на 5 меньше. 10 сантиметров достаточно. Ну, можно 9, конечно, если не очень кривые стены. Это одно. Второе. Смотрим, как фундамент проходит. Смотрим, как столбы вот эти проходят, потому что всегда все дома рубленые у нас. И строили их не очень ровно. Даже вот визуально здесь вот столбом наклонённый. И можно так отвесить, что спилишь столб и даже этого не хватает. Вот поэтому мы и смотрим, как. Ну, а визуально, конечно, сразу карниз в глаза бросается. Вот его ровно, чтобы отбивать. И по максимуму, конечно, подвигаем к стене. Ну, ещё, да, чтобы откосы были поменьше на окнах. Ну, а вот если, например, вот такая стенка, где нет ни окон, ни дверей, здесь, конечно, можно отодвинуть сколько хочешь, никто не догадается, сколько там есть. Утеплиться будет пустота. Но всё равно подвигаем по максимуму. Вначале вот такого и всё проходим. Отвешиваем. Отвешиваем мы по старинке. Отвесом. Самое надёжное считается. Будешь что-нибудь говорить? Да, давай. Пилим. Вот так пилить. Пила. Сабельная. Сабельная. Полотно по металлу. Бош. Фирмы Бош. Да. Апилаковой фирмы. Фирма Прокраф. Прокраф. Украина. Что такое? Вывернулся. Вроде. Дубль не удался. Дубль 2. Всё, давай. Поехали. Давай. Всё, быстрее, чем болгарка. Искров нет. Вот это да. Да. Давай. Ага. Зажало. Зажало. И всё, две секунды и готово. Это не отвод, это сами гнули. Видно, что аж включено. Передали. Пилу покажу. Бош. Хороший металл. Срезали мы вот этот тулачок. Ну, а если быть точнее, то срубили. Болгарка плохо срезает. Вот. И вот этот. Практически весь срублен перфоратором. С этой стороны покажу. Короче, вот так вот срубается. Вот. Мы будем устанавливать каркас. Сейчас я вам покажу. Вот. Короче, завязали мы вот так вот угол. Вот. Каркас мы устанавливаем вертикальный весь. Ну, получается, берём эту вот палку и угловую. Ну, и делим с таким расчётом, чтобы расстояние между палками не было больше 35 сантиметров. Вот. В некоторых местах оно получается и меньше. Вот. Так вот это будет. Минеральную вату решили потом подсовывать. Почему потом? Да потому что десятка будет неудобно крепить подвесы или приходится тогда вырезать под них дырочки. ну, или на них на них на пятёрку можно. Десятка она, конечно, нехорошо получается. Вот. А так получается вот так вот. Таким образом панели устанавливаются слева направо все и каркас устанавливаем слева направо как бы стараемся. ну, а сападу дырки все или не все все они не нужны слишком это много. В целом, каркас получается жесткий. Заводские подвесы у нас 0.9 я показывал. Профиль тоже жесткий. Самодельный подвес показывал. Вот так вырезаем и он очень жесткий. Вот на этих стенках везде будут самодельные. Ну, на этой стенке, конечно, будут все заводские. Здесь мы прижали практически полотную. 5 сантиметров все отступили. Вот и все на этом этапе. вот как выглядит практически завершенный каркас. Осталось немножко вот там внизу доставить и мешает кирпичи нужно срезать. А ну да, еще утеплите. Вот сегодня у нас холодрыга вообще невыносимый ветер. Да, сегодня одеты мы все в шапках, куртках как зимой. Вот не проходит немножко у нас здесь каркас, будем зарезать. вот это думали пройдет три вот этих 100 очка. Сегодня 10 мая. Вчера мы, конечно, не работали. Праздник был. 77 седьмая годовщина победы Великой Отечественной войны. Всех поздравляю с прошедшим праздником. А сегодня мы вышли работать. Начали устанавливать каркас с той стороны. Почему мы здесь бросили? Потому что ветер северный, здесь вообще холодно. Сейчас покажу, что мы сделали с той стороны. немножко, конечно, ветер поменьше. Все равно дует, но как бы затишки. С этой стороны мы разметили. Угол выставили. Таким образом его соединили. Вот. Отметили корни сровень. Пошел на сегодня дождя-то нет. у нас на завтра дождь. И через 35 сантиметров до окна выставляем подвесы будут один, два, три, четыре, и пятый будем дебилить. Будем наращивать. Добавляем. Так. Все. Дождь пошел. Пойду инструмент прячь. Поехали. ставим каркас. Сейчас отсюда покажу. Окошко вставили. вставили. Здесь расстояние от стены по минимуму. вставили. тоже также. Что еще? Так, так, так. Здесь стенка утеплена фидеральной ватой. Здесь сантиметр толщина минваты. Здесь все готово. Можно закрутить стартовую. И начинать панели. Угол запенили. Так, пены. Здесь тоже часть вся утеплена. Вся деревянная короче часть дома вся утеплена. вот сейчас я покажу с другой стороны. Так, покажу с этой стороны. фронтон, стена, все будет в одном уровне. Так. сейчас низ тоже дебилится. И выставляется по ниточке и по уровню. Это у нас еще не стоит. Сейчас проверим уровень. вот все точно. Самый точный уровень. капра. как вечный уровень. цена, конечно, да, у него вечная. 4 тысячи 300 стоит. Так, сейчас покажу другую сторону. здесь тоже каркас готов. Эту маленькую стенку тоже утепляем. Немножко дерево. Здесь утеплителя не будет. нет. Так а с этой стороны в фронтоне мы ставили дверь. вот такая полноценная дверь. 2 метра высота на 90. Мы вынесем так коробку немножко сюда и сделали откосы как можно меньше. Да, эта стена утеплиматом с десяткой. Ну и пока все. О, я говорил, становится сюда. Отлично. Следующий этап будет. Отбиваем низы лазером и крутим стартовый. Всем привет. доброе утро. Закончили мы монтаж каркаса. Утеплили вот эту стерочку. И сейчас приступаем к монтажу панели.